Город изумрудный, идем дорогой трудной, Идем дорогой трудной, дорогой непрямой, Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, Еле возвратиться с натошкою домой. Глава 4. Спасение железного дровосека. Еле проснулась, страшилась, сидела на пороге, Атотошка гонял в лесу белок. «Надо поискать воды», — сказала девочка. «А зачем тебе вода?» «Умыться и попить. Сухой кусок не идет в горло. Фу, как неудобно быть сделанным из мяса и костей», — Задумчиво сказал Страшила. «Вы должны спать, есть и пить. Впрочем, у вас есть мозги, За них можно терпеть всю эту кучу неудобств». Они нашли ручеек, и Еле с Татошкой позавтракали. В корзинке оставалось еще немного хлеба, Еле собралась идти к дороге, как вдруг услыхала в лесу стон. «Что это?» — спросила она со страхом. «Понятия не имею», — отвечала Страшила. «Пойдем посмотрим». Стон раздался снова. Они стали пробираться сквозь чащу. Скоро они увидели среди деревьев какую-то фигуру. Еле подбежала и остановилась с криком изумления. У надрубленного дерева с высоко поднятым топором в руках стоял человек, Сыриком сделанный из железа. Голова, его руки и ноги были прикреплены к железному туловищу на шарнирах. На голове вместо шапки была медная воронка. Галстук на шее был железный. Человек стоял неподвижно, с широко раскрытыми глазами. Татошка с яростным лаем попытался укусить незнакомца за ногу и отскочил с визгом. Он чуть не сломал зубы. «Что это за безобразие? Аф, аф!» — пожаловался он. «Разве можно подставлять порядочной собаке железные ноги?» «Наверное, это лесное пугало», — догадался Страшила. «Не понимаю только, что оно здесь охраняет». «Это ты стонал?» — спросила Элли. «Да», — ответил железный человек. «Уже целый год никто не приходит ко мне помочь». «А что нужно сделать?» — спросила Элли, растроганная жалобным голосом для знакомца. «Мои суставы заржавели, и я не могу двигаться. Но если меня смазать, я буду как новенький. Ты найдешь масленку в моей хижине на полке». Элли с Татошкой убежали, а Страшила ходила вокруг железного дровосека и с любопытством рассматривала его. «Скажи, друг», — поинтересовался Страшила. «Год — это долго?» «Еще бы! Вот это долго! Это очень долго! Это целых триста шестьдесят пять дней!» «Триста шестьдесят пять!» — повторил Страшила. «А что, это больше, чем три?» «Какой ты глупый!» — ответил дровосек. «Ты, видно, совсем не умеешь считать». «Ошибаешься!» — гордо возродил Страшила. «Я очень хорошо умею считать». И он начал считать, загибая пальцы. «Хозяин сделал меня раз!» «Я поссорился с вороной!» «Два!» «Элли сняла меня с кола!» «Три!» «А больше со мной ничего не случилось, значит, дальше и считать не за чем!» Железный дровосек так удивился, что даже не смог ничего возразить. В это время Элли принесла масленку. «Где смазывать?» — спросила она. «Сначала шею», — ответил железный дровосек. И Элли смазала шею, но она так заржавела, что Страшиле долго пришлось поворачивать голову дровосека вправо и влево, пока шея не перестала скрипеть. «Теперь, пожалуйста, руки!» И Элли стала смазывать суставы рук. А Страшиле осторожно поднимал и опускал руки дровосека, пока они не стали действительно как новенькие. Тогда железный дровосек глубоко вздохнул и бросил топор. «Ух, как хорошо!» — сказал он. «Я поднял вверх топор, прежде чем заржаветь, и очень рад, что могу от него избавиться. Ну а теперь дайте мне масленку, я смажу себе ноги, и все будет в порядке». Смазав ноги так, что он мог свободно двигать ими, железный дровосек много раз поблагодарил Элли, потому что он был очень вежливым. «Я стоял бы здесь до тех пор, пока не обратился бы в железную пыль. Вы спасли мне жизнь». «Кто вы такие?» «Я Элли, а это мои друзья». «Тато!» «Страшила! Я набит соломой». «Об этом немудрено догадаться по твоим разговорам», — заметил железный дровосек. «Но как вы попали сюда?» «Мы идем в изумрудный город, к великому волшебнику Гудвину, и провели в твоей хижине ночь». «Зачем же вы идете к Гудвину?» «Я хочу, чтобы Гудвин вернул меня в Канзас к папе и маме», — сказала Элли. «А я хочу попросить у него немножечко мозгов для моей соломенной головы», — сказал Страшила. «А я иду просто потому, что люблю Элли, и потому что это мой долг защищать ее от врагов», — сказал Татошка. Железный дровосек глубоко задумался. «Как вы полагаете, Гудвин может дать мне сердце?» «Думаю, что может», — отвечала Элли. «Ему это не труднее, чем дать Страшиле мозги». «Так вот, если вы примете меня в компанию, я пойду с вами в изумрудный город и попрошу великого Гудвина дать мне сердце. Ведь иметь сердце — самое заветное мое желание». Элли радостно воскликнула. «Ах, друзья мои, как я рада! Теперь вас двое, и у вас два заветных желания!» «Поплывем!» «То бишь, пойдем с нами!» — добродушно согласился Страшила. Железный дровосек попросил Элли доверху наполнить маслом масленку и положить ее на дно корзинки. «Я могу попасть под дождь и заржаветь», — сказал он, — «и без масленки мне придется плохо». Потом он поднял топор, и они пошли через лес к дороге, вымощенной желтым кирпичом. Большим счастьем было для Элли и Страшилы найти такого спутника, как железный дровосек, сильного и ловкого. Когда дровосек заметил, что Страшила опирается на корявую сучковатую дубину, он тотчас срезал с дерева прямую ветку и сделал для товарища удобную крепкую трость. Скоро путники пришли к месту, где дорога заросла к кустарникам и стала непроходимой. Но железный дровосек заработал своим огромным топором и быстро расчистил путь. Элли шла, задумавшись, и не заметила, как Страшила свалился в яму. Ему пришлось звать друзей на помощь. «Почему ты не обошел кругом?» — спросил железный дровосек. «Не знаю», — чистосердечно ответил Страшила. «Понимаешь, у меня голова набита соломой, и я иду к Гудвинам попросить немного мозгов». «Так», — сказал дровосек, — «во всяком случае мозги не самые лучшие на свете». «Вот еще», — удивился Страшила. «Почему ты так думаешь?» «Раньше у меня были мозги», — пояснил железный дровосек. «Но теперь, когда приходится выбирать между мозгами и сердцем, я предпочитаю сердцем». «А почему?» — спросил Страшила. «Послушайте мою историю, и тогда вы все поймете». И пока они шли, железный дровосек рассказывал им свою историю. «Я дровосек». «Став взрослым, я задумал жениться. Я полюбил от всего сердца одну хорошенькую девушку. А я тогда еще был из мяса и костей, как и все люди. Но злая тетка, у которой жила девушка, не хотела расстаться с ней, потому что девушка работала на нее». Тетка пошла к волшебнице Гингеме и пообещала ей набрать целую корзинку самых жирных пиявок, если та расстроит свадьбу. «Злая Гингема убита», — перебил Страшила. «Кем?» «Элли». Она прилетела на убивающем домике и, крак-крак, села волшебнице на голову. «Жаль, что этого не случилось раньше», — вздохнул железный дровосек и продолжал. «Гингема заколдовала мой топор. Он отскочил от дерева и отрубил мне левую ногу. Я очень опечалился, ведь без ноги я не мог быть дровосеком. Я пошел к кузнецу, и он сделал мне прекрасную железную ногу». Гингема снова заколдовала мой топор, и он отрубил мне правую ногу. Я опять пошел к кузнецу. Девушка любила меня по-прежнему и не отказывалась выйти за меня замуж. «Мы много сэкономим на сапогах и брюках», — говорила она мне. Однако злая волшебница не успокоилась, ведь ей очень хотелось получить целую корзину пиявок. Я потерял руки, и кузнец сделал мне железную. Когда топор отрубил мне голову, я подумал, что мне пришел конец. Но об этом узнал кузнец и сделал мне отличную железную голову. Я продолжал работать, и мы с девушкой по-прежнему любили друг друга. «Тебя, значит, делали по кускам», — лобокомысленно заметил Страшила. «А меня мой хозяин сделал за раз». «Самое худшее впереди», — печально продолжал дровосек. Коварная гингема, видя, что у нее ничего не выходит, решила окончательно доконать меня. Она еще раз заколдовала топор, и он разрубил мое туловище пополам. Но, к счастью, кузнец снова узнал об этом. Сделал железное туловище и прикрепил к нему на шарнирах мою голову, руки и ноги. Но, увы, у меня не было больше сердца. Кузнец не сумел его вставить. И мне подумалось, что я, человек без сердца, не имею права любить девушку. Я вернул моей невесте ее слово и заявил, что она свободна от своего обещания. Странная девушка почему-то совсем этому не обрадовалась. Сказала, что любит меня, как прежде, и будет ждать, когда я одумаюсь. Что с ней теперь, я не знаю, ведь я не видел ее больше года. Железный дровосек вздохнул, и слезы покатились из его глаз. «Осторожней!» В испуге вскричал Страшила и вытер ему слезы голубым носовым платочком. «Ведь ты заржавеешь от слез!» «Благодарю, мой друг», — сказал дровосек. «Я забыл, что мне нельзя плакать. Вода вредна мне во всех видах». Итак, я гордился своим новым железным телом и уже не боялся заколдованного топора. Мне страшна была только ржавчина, но я всегда носил с собой масленку. Только раз я позабыл ее, попал под ливень и так заржавел, что не смог сдвинуться с места, пока вы не спасли меня. Я уверен, что и этот ливень обрушила на меня коварные генгемы. «Ах, как это ужасно, стоять целый год в лесу и думать о том, что у тебя нет сердца!» «С этим может сравниться только торчание на колу, посреди пшеничного поля», — перебил его Страшила. «Но, правда, мимо меня ходили люди, и можно было разговаривать с воронами». «Когда меня любили, я был счастливейшим человеком», — продолжал железный дровосек, вздыхая. «Если Гудвин даст мне сердце, я вернусь в страну живунов и женюсь на девушке. Может быть, она все-таки ждет меня». «А я, — упрямо сказал Страшила, — все-таки предпочитаю мозги, ведь когда нет мозгов, тогда и сердце ни к чему». «Ну а мне нужно сердце», — возразил железный дровосек. «Мозги не делают человека счастливым, а счастье — лучшее, что есть на земле». Элли молчала, так как не знала, кто из ее новых друзей прав.